Турция потратила на сирийских беженцев 5,5 миллиардов долларов США. Об этом заявила на заседании общества «Красный полумесяц» в Анкаре президент Таип Эрдоган. В основном беженцы проживают в девяти лагерях, расположенных в приграничном районе. Однако многие в поисках лучшей жизни успели поселиться и в крупных городах. Тем временем отношение местных жителей к этому весьма неоднозначно. Одни считают, что оказание помощи пострадавшему от войны народу – проявление гуманизма, а другие сетуют на то, что с приходом беженцев облик городов стал меняться к худшему. Если в европейских странах общее число сирийских беженцев составляет около 200 тысяч человек, то в одной только Турции их больше в 10 раз. На содержание этих двух миллионов сирийцев официально Анкара потратила 5,5 миллиардов долларов США. Пока неизвестно, сколько еще денег из государственной казны будет выделено на них. Конечно, этот вопрос не оставляет равнодушными и местных жителей. Сначала сирийские беженцы были расселены в специальных лагерях, однако они самостоятельно стали стекаться в крупнейшие города страны. Конечно, здесь их никто не принимает с распространенными объятиями, поэтому живут они в парках, в местах отдыха людей. Большинство из них не работают, занимаются попрошайничеством. Одним словом, они портят внешний облик нашего прекрасного города. Среди беженцев, прибывших в Турцию, спасаясь от войны, есть и состоятельные люди. Некоторые из них, торгуя вывезенным из Сирии имуществом на турецком рынке, успешно продолжают предпринимательскую деятельность. Аксарайский район Стамбула – главный центр торговли в городе. Открытие магазина или кафе в этом районе, где много иностранных туристов – стопроцентный залог успеха. Вот именно в этом дорогом районе уже сегодня сирийцы имеют более 20 кафе и ресторанов. Ахмет Али любимым делом ресторанным бизнесом занимается несколько лет. В его ресторане, наряду с арабскими, готовят и популярные турецкие блюда. Поскольку кругом мои соотечественники, у меня нет ощущения, что живу на чужбине, говорит он. У меня и в Дамаске был свой ресторан. Однако какая может быть жизнь там, где вместо дождя с неба падают пули? Были рады, что живые и невредимые сумели пересечь границу. Приехав в Стамбул, всё начал с нуля. Здание взял в аренду на пять лет. Открыл 80-местный ресторан. Сюда, чтобы поесть наши национальные блюда, в основном приходят соотечественники. Если дела пойдут успешно, в будущем, думаю, открыть ещё один ресторан. Из-за таких, как Ахмет Али, состоятельных сирийцев, в Стамбуле подскочили цены на недвижимость. Особенно в районах Бейлик-Дюзу, Фатих и Башах-Шехир, где сирийцы покупают дома весьма охотно и за наличные. С появлением в стране сирийцев в Стамбуле резко возрос спрос на недвижимость. Соответственно, на внутреннем рынке сильно выросла арендная плата и стоимость квартир. К примеру, если раньше в районе Бакджилар двухкомнатную квартиру можно было арендовать за 500 лир в месяц, то сейчас и за тысячи вряд ли найдёшь. То есть цена возросла в два раза. В середине марта полторы тысячи сирийцев вернулись в свои дома в Кабани. Возможно, если ситуация в Сирии улучшится, количество желающих вернуться на родину увеличится. Однако нашедшие приют в Турции беженцы говорят, «Мы своё будущее связываем только с Турцией, которая оказала нам социальную поддержку и определила наш правовой статус». Диана Алишева, Ержан Жунец, Седа Дынли.